Бразь, конечно, сейчас со всех каналов бьет такую помойку на всех оппозиционеров. Надо вот что еще делать, мои дорогие. Надо их раскрывать. Раскрывать, как только мы можем, всю их гнусную, гнилую сущность. И чтобы не 52%, как сейчас по опросам, население не поддерживает партию, ведущую президента, а чтобы это число увеличивало, чтобы оно достигало 60, 65, 70%. И вот тогда у нас в стране будут происходить глобальные перемены, и что-то будет меняться, когда будет таких людей немного больше. Посмотрите, сейчас фронт идет во многих местах. В Кирове Алексей Анатольевич Навальный на суде мужественно и стойко выдерживает вот этот натиск, этой расправы. Узники Болотной, которые являются заложниками, слепнут в Кирове, болеют, но не идут, упорно не идут на сделку со следствием. Таисия Осипова открыто плюет в глаза своим учителям, болея и заживо сгнивая в тюрьмах. А величие духа, которое показывают нам девушки из группы Пуссирай, которых не суд, не тюрьма, не сломила, не мордовские лагеря. Этих людей власть старается загадить, как только может. И грязь льется на них со всех каналов. И сегодня каждый человек должен сам себе сказать Гражданин я, человек я или червь я ползучий. И каждый перед своим сердцем и совестью должен дать себе ответ. Я хотела бы, чтобы мои слова эти были услышаны. Последнее. Хочу обратиться к человеку, который называет себя президентом Российской Федерации. На кого вы делаете ставку? На кого вы хотите опереться? На бюджетников? На пенсионеров? На массы народа? Нищих, обездоленных и задурманенной вашей пропагандой. В своих речах вы неоднократно говорили и подчеркивали, что вы не хотите вести диалог с какими-то там маргиналами, которые якобы рвутся во власть, которую хотят забрать у меня и сесть на мое место. А вот с простым народом вы не прочь были бы поговорить и услышать его голос. Прекрасно. Вот я сейчас стою здесь. Я самый простой народ, его представитель. Я пенсионер, пожилой человек, простой быватель. Вы не можете меня упрекнуть в том, что я хочу у вас забрать власть. Мне она не нужна. Вы не можете... Вы не можете обвинить меня в том, что я воровала все леса и пашни Российской Федерации. Я уже иногда с Богом разговариваю. И спрашиваю, ну как там меня встречать будут? Так вот, слышите этот голос. Голос этого народа. Владимир Владимирович, вот с этого Марсового поля, вот с центра Петербурга, с места, где я стою, вот с берега этой нашей Невы, я бросаю вам в лицо обвинение в геноциде нашего народа, в уничтожении России как государства. Преждевременной смерти миллионов моих соотечественников в нищете и бесправии русского народа. Вы не президент, вы палач. У мудрого правителя народ не стонет. Вы думаете, мы глухие? Ничего не слышим. Слепые. Ничего не видим. Это вам надо из своих ушей вытащить узк, который вы туда залили, чтобы не слышать народный стон, который уже над всей Россией несется, начиная от Ставрополя и Кавказа и кончая Владивостоком. Вы хотите убежать от этого стона? Не получится. Бойтесь одного, чтобы этот стон не перерос в дикий рев. Время сейчас работает уже не на вас. Умерьте свой пыл. Освободите из тюрем невинно посаженных туда людей. Прекратите уголовные преследования своих оппонентов. Алексея Анатольевича Навального, Сергея Удальцова, Леонида Развожаева и всех, кто сидит по болотному делу и многих-многих других политических заключенных. Время еще есть. Если вы это не сделаете, значит вы трус. Вы не можете с ними бороться в открытой и честной борьбе. Но наступит тот день, я в это верю, наступит тот час, когда обездоленный, отчаявшийся русский народ в своем праведном гневе догонит вас и с присущей ему прямолинейностью разденет вас догола. Свободу полица Крюченко! Свободу полица Крюченко! Свободу полица Крюченко! Спасибо всем!